И хрен с ним, с Дантесом! Пусть сидит в своей харчевне! Но это только на первый взгляд. И это если дело в Дантесе. А если нет? А когда кто еще? А еще масон! Поговаривают, что тогдашний министр иностранных дел граф Ниссель Роза чуть ли не самым главным масоном был. И пасквиль этот анонимный, из-за которого Пушкину потом стреляться пришлось не где-нибудь, а в салоне его жены был написан в компании таких же дружков-масонов. А то и того хуже. Я сначала не понял. Читаю. В то время в высшем свете было развито бугрство. Пасты какие-то. Я еще сначала подумал, что это какое-то больнодумное общество, вольтарьянцы какие-нибудь, карбонарии. А потом-то у князя Трубецкого читаю. Не знаю, как сказать, но за ним водились шалости. То ли он жил с Гекерином, то ли Гекерин жил с ним. Вот вам вы, вольтарьянец! Пидорас он был. И папаша его барон такой же. Такая вот деревня Комосекова. И это что же получается? Что Пушкина, который наши все погубили голубые за то, что он их не любил, и Педрама на их счет писал, и не одну, вот они ему и отомстили. И так уже две версии. Масоны и голубые. Еще школьный экипоцарь, но это навряд ли. Еще и далее политика, но это вообще отдельный разговор. А зачем тогда Дантес с его женой, ежели он, или он би? То есть, ему все равно, кого и как. И вроде для отхода класса у него было с Наташкой. Вроде как ширма для него была Наталья Николаевна. А опять-таки, а от кого и от чего ширма? Чтобы связь свою с бароном прикрыть, а может быть другой женщиной, например, с Игалией. А зачем пробрался, женился на его сестре Катерина? Чтобы в дом пробраться, или чтобы первой дуэли избежать. И чем больше читаешь, тем непонятнее становится. А от кого спасать? От масонов, от голубых, от царят и далее политики. Совсем к тому времени у меня уже голова к рукам пошла. Даже ночью во сне Пушкин стал сниться. И если бы только Пушкин...